Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях дизайнер Ольга Султанова. Здравствуй, Оль. Привет. Ну, для начала хотелось бы сказать, что практически вся та одежда, в которой, ну, лично я, да, чаще всего пишусь в своих программах, это одежда от Ольги. Тут сомнений нет, талантливый дизайнер. Хотелось бы узнать, каким образом твой творческий дизайнерский путь начинался. С чего, когда ты поняла, что ты хочешь вот именно этим заниматься? Засмущало меня невозможно. Сразу весь текст в голове пропал. Но я, конечно, постараюсь сконцентрироваться, потому что это было все же со мной. Вот. Ну, а так, про сказы мамы. Первые мои игрушки в полтора года – это были пуговицы, из которых я строила города. Мама, собственно, шила всегда, и я это видела, и мне это нравилось. Поэтому все мои куклы, первые Барби, они уже ходили в кожаных штанах, в меховых шубах, потому что из кусочков маминых я, собственно, шила им одежду. Поэтому вот, ну, с самого моего начала, моего жизненного пути я с этим всем. Насколько я понимаю, это наследственное, да? У тебя эти мама и бабушка тоже занимались практически тем же самым. Да, с мамой мы по сей день вместе, собственно, бизнесом занимаемся. У нее производственная часть, а у меня дизайнерские моменты, плюс какие-то там розничные магазины. Пока за всем вот этим я занимаюсь. Вот. А так, да, у нас бабушка при дворе шила платье. Действительно, это так наследственно передается у нас. Ну, вот уже после окончания твоего детского периода строения из пуговиц и шитья платьев для кукол, что было дальше? Каким образом ты свой талант развивала? Где-то училась или вот все так просто давалось? Дальше перешла на людей с кукол. Нет, я не училась дизайну, то есть все это было на уровне практики. В плане теории я могла, конечно, пойти в институт культуры на дизайн, но так как я вот уже в девятом классе ушла из школы и перешла прям конкретно на деятельность на эту и экстерном заканчивала, собственно, ее. Ну, а дальше училась на менеджмент, на управляющего, потому что был магазин, и нужно было как-то понимать, как кроме того, чтобы создать эту вещь, ее еще реализовать. Ну и, собственно, оптом мы же тоже теперь шьем и продаем на всю Россию, соответственно, нужно было какие-то познать моменты с этим связанные. Ну, наверное, нашим зрительницам будет интересно твое мнение как дизайнера. Ну, просто несколько слов о том, что в моде этой весной, этим летом. Ну, что ж, милые девушки, я вам посоветую, во-первых, носить именно то, что вам нравится, что вам к душе. Это первое очередное, потому что когда вы просто обратили внимание на то, что в моде, и надеяли это на себя, ну, как-то неуютно себя чувствуете, или просто понимаете, что вам это не идет, ну, не стоит тогда на это вообще обращать внимание. Есть, в принципе, классика, которая абсолютно всегда актуальна. Нужно только немножечко последить за оттенками, за цветами, да, которые модны. Ну, а весной и летом сам Бог велел носить яркие краски, да. Ну, и, собственно, пастель, она тоже очень актуальна сейчас. Нежные мятные оттенки, желтые, какие-то розоватые, голубоватые оттенки. Красный цвет, он на пике сейчас популярности, поэтому кому идет, опять же, да, красные губки и красное платье, и все, и вы сразили всех на вечеринке. Вот так. Насколько я знаю, на сегодняшний день вы продаете то, что ты придумываешь, то, что вы шьете не только через интернет, но и в торговом центре Виктория Плаза, да, у вас открыт там свой магазин на втором этаже. И что там у вас можно приобрести? Не знаю, на что ты стараешься делать акценты в той одежде, которую ты придумываешь? Вообще, каким правилам следуете? Расскажу тогда об этом. В общем, новая коллекция весенняя, она состоит из разных стилей. Я стараюсь всегда так делать, именно потому что жизнь современной девушки настолько разнообразна, что нельзя ограничиться, допустим, просто романтизмом. Потому что нужно как-то пойти в чем-то на работу, нужно пойти в чем-то в город, и неудобно ходить в какой-то одежде, может быть, которая красива. Поэтому есть современная классика. У меня не офис стиль, я его сама сочинила и, собственно, произвожу. Это прям классика, но с современными элементами. Есть casual, есть романтичные блузы и юбки какие-то пышные, кружевные. Кружева вообще много его и много в современном мире моды вообще, и у меня в коллекции в том числе. А так, приходите к нам и вы, и девушки милые, потому что у нас стилисты, консультанты находятся в нашем шоуруме, которые вам подберут полностью ваш образ, если вы этого пожелаете. То есть, вот, или даже у вас есть какая-то блуза, которую в гардеробе давно и к ней нечего надеть. Опять же, приходите с ней, мы вам подберем всегда то, что будет к ней подходить. Насколько я знаю, вы в том числе можете и создать образ, ну, например, для фотосессии. Это с удовольствием. Мы открыли свою фотостудию на Первомайском проспекте 7. Там мы предлагаем комплексные фотосессии, в которых и образ мы вам можем подобрать полностью, и макияж, и прическу посоветовать. И фотографа, и вообще змею вам, как аксуар, можем живую предложить, либо какого-то другого зверя. В общем, да, приходите за красивыми фотографиями тоже к нам в Че. По поводу змей, я слышала, что совсем недавно у вас прошел показ новой коллекции, такой весьма экстравагантный показ получился. Если можно, несколько слов о том, как это все было, какие модели были представлены, как публика реагировала. Ну, расскажу тоже с радостью. В Дипклаб мы провели показ вот той субботой, которая случилась. Это было ночью, это было в огромном количестве людей в формате вечеринки впервые. Мы такой эксперимент попробовали. И прошло на ура, слава богу, людям нравилось. Мы показали пять стилистик разных. Это была и классика на сцене, то есть огромный со светом и на вечеринке. Это было очень интересно для зрителей, потому что атмосфера вообще, которая классике, собственно, неподходящая, тем не менее, получилась очень здорово. Мы это в формате шоу сделали. Также была и кожа, это был рок. Мы пригласили музыканта, который на гитаре в лайв сделал нам. И, в общем, все эти стили прошли, и вечерние, конечно же, и чего только не было, и гламур. Все, мы это продемонстрировали, как это вообще бывает. То есть такой лук от Че в формате показа прошел. Ну, вот с твоей точки зрения, на сегодняшний день в нашем городе насколько прижилась авторская одежда? Ведь совсем недавно это, так сказать, было в новинку для рязанских девушек. Скажем так, девушки в Рязани очень красивые. Это правда, знают об этом все. И прям респект мой им за то, что они за собой ухаживают, за то, что следят за модой и всем остальным. В плане авторской одежды тут момент такой спорный. Потому что есть своя клиентура у нас, которая с нами уже 10 лет некоторой, уже дочек приводит выросших к нам. Но в массе, конечно, это все-таки по ценовой политике дорого. Почему мы, собственно, и продаем в Плазе по клубным картам одежду по оптовой цене от производителя? Потому что тяжело тянуть, действительно тяжело одеться в авторскую одежду в основной массе людей. Поэтому вот на такой шаг пошли, чтобы продавать по оптовой цене. Ну, то есть тянутся люди вот к таким нештампованным вещам? Ну, конечно, интересно девушке быть индивидуальной. Мы же производим очень мелкосерийным оптом, и на всю Россию, ну, несколько вещичек получается на каждый город. Это практически как в ателье сшить вещи. Ну что ж, большое спасибо, что сегодня нашла время к нам прийти. Я напомню, с нами была дизайнер Ольга Султанова. Ну, а наша программа на этом подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»